Без отопления, канализации и света. В таких условиях содержатся заключенные следственного изолятора номер один в городе Чубаксары. Правда, таких всего трое и сидят они пожизненно в камере, которая является музеем. Необычную экспозицию в самой старой из ныне действующих тюрем России открыли специально ко дню работников следственных изоляторов и тюрем, который отмечается по всей стране. Здесь отбывали наказания самые разные категории преступников. Разбойники, конокрады, фальшивомонетчики, декабристы, народовольцы. Легенда гласит, что в подобной камере сидел Стенька Разин, перед тем, как его под конвоем стрельцов отвезли в Москву, где и придали мучительной казни. На арестантов налагали тяжелые оковы или колодки, спали на нарах или на полу, на соломе. Здесь всегда царил полумрак. Настоящее подземелье, хранящее множество тайн. Подземные ходы они здесь были, присутствовали. Один ход ввел непосредственно в Веденский собор, другой ход ввел в сторону Волги. Поэтому здесь очень достаточно богатая история. Метровые стены по сей день отлично сохранились. В те времена раствор замешивался на яйцах. Именно это сделало кладку невероятно прочной. Сотрудники СИЗО номер один признаются, что голуби до сих пор склевывают со стен съедобный раствор. Камеру с более чем 300-летней историей населили и современными предметами. Казалось бы, все хорошо в ней, но однако здесь изготовлен специальный схрон, в котором хранятся различные запрещенные предметы. Здесь же разместили фотографии 30-х годов. Посетители воочию могут увидеть, как выглядело здание в прошлом веке. В ближайшее время появятся и другие экспонаты, обещают сотрудники СИЗО. Затем в темницу будут приглашать школьников, студентов и всех, кто пожелает ощутить на себе, каково это – оказаться по ту сторону, за решеткой. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.